Всем привет! Это видео рассчитано на тех людей, которые так же как и я в далекие 90-е года, будучи еще ребенком, играли в Денди. Я раньше был заядлым игроком и переиграл во множество игр. Про первые 30 игр я уже рассказывал в своих предыдущих трех видео. Ну а сейчас я предлагаю вам снова ненадолго погрузиться в эти старые ностальгические воспоминания, приинтереснейшие игры на Денди, в которые мы все когда-то так увлеченно играли. Наш обзор мы начнем с очень старой и довольно таки примитивной игры ЮА Кунг Фу, что в переводе означает «раз-два кунг-фу». ЮА Кунг Фу – это игра, разработанная компанией Konami в 1985 году, для игровых автоматов, но впоследствии портированная на ряд игровых приставок и домашних компьютеров, в том числе и на нашу с вами Денди. Игра представляет собой поуровневое прохождение боев один на один. Игрок управляет главным героем – юным и низкорослым бойцом кунг-фу по имени Ли, которому предстоит голыми руками последовательно побеждать целый ряд бойцов с разнообразным стилем и оружием. Это воин с шестом, затем метатель огня, потом воин с цепью, ниндзя и сумоист. После победы над бойцом с цепью, игрок переходит на бонусный уровень, где нужно отражать ударами летящие на него ножи. После победы над сумоистом Ли ударяет ногой в прыжке в гонг, висящий на арене, ознаменовывая прохождение первого круга и переход на следующий уровень, где ему нужно будет сражаться против все тех же соперников, но они уже будут обладать более высоким мастерством боя и играть будет уже сложнее. И так до тех пор, пока вы нафиг не проиграете или пока у вас не сдадут нервы. В общем, как вы уже поняли, пройти эту игру просто нереально. Следующая игра Ice Clammer. Альпинист. Ice Clammer – видеоигра в жанре платформер, разработанная и выпущенная компанией Ниндендо в 1985 году. Согласно сюжету игры, эскимос по имени Попо преследует через 32 игровых уровня птицу Кондора, укравшего у него овощи. Игрок, управляя вооруженным киянкой эскимосом, должен проложить путь наверх, пробивая бреши в заледеневших перекладинах. Наверху ему предстоит поймать самого Кондора. В этом ему мешают различные противники. Морские котики, вороны и белые медведи. Каждый из них действует по-особенному. Морские котики могут со временем заделывать бреши, пробитые игроком. Вороны могут беспрепятственно пролетать по перекладинам. А белые медведи, если игрок слишком долго мешкает, прыжком на месте заставляет игровой экран сместиться вверх. Добравшись до вершины горы, игрок может собрать украденный овощ. Обычно это баклажан. На самой вершине игроку предстоит поймать самого птицу-ворог Кондора. А я-то раньше думал, что это мы типа управляем таким ребенком, который хочет, чтобы его забрал Аист. А тут оно вон оно как оказывается. По мере прохождения вместо обычных ледяных блоков появляются наледи, а также вертикальные перегородки и горизонтально перемещающиеся платформы. Скорость противников при этом начинает возрастать. В игре также предусмотрен кооперативный режим прохождения двумя игроками. Причем они могут как соперничать друг с другом, так и сообща проходить уровни. Sky Destroyer. Небесный истребитель. Это игра в жанре стрелялок, выпущенная в 1985 году для аркадных автоматов и позднее портированная для игровых приставок NES. В игре нужно управлять японским самолетом А6М-0, вооруженным двумя пулеметами и способным сбрасывать торпеды. Боезапас у самолета не ограниченный, поэтому насчет этого можно не волноваться. В игре предстоит бороться против ВМС США. Противниками служат истребители F-6F Hellcat, а также там есть американские эсминцы, авианосцы и подводные лодки, которые будут пытаться сбить самолет. На бонусных стадиях появляются истребители красного цвета, обычные же истребители вне бонуса синего цвета. При помощи двух пулеметов игрок может сбивать самолеты, а при помощи торпед топить вражеские корабли. Иногда игрок будет сталкиваться с бомбардировщиком B-24 «Либератор». Он там наподобие некого главаря будет иногда появляться, который будет также вести огонь по игроку. Необходимо подбить все четыре двигателя у бомбардировщика, чтобы тот ушел. При каждом уничтожении бомбардировщика уничтожаются все другие самолеты противников. Авианосцы находятся очень далеко, но прямо игрока не атакуют. Если будет сбито два бомбардировщика, игрок обнаружит падающий спутник как бонусную цель. За попадание в спутник будут начисляться бонусные очки. Аналогично появляются бонусные цели в виде дирижабля после уничтожения эсминца и яхты после уничтожения вражеского корабля ночью, за которые также начисляются очки. Игрок потеряет одну жизнь, если хотя бы снаряд попадет в его самолет или если игрок коснется самолетом воды. В конце каждого уровня игрок увидит береговую батарею на острове, которую также необходимо уничтожить, чтобы пройти миссию. В игре ограниченное количество жизней и было обидно, когда они все заканчивались и приходилось все начинать заново. Игра также характерна тем, что здесь меняется время суток. Днем голубое небо, вечером оранжевое, а ночью темно-синее небо. Теперь давайте поговорим об игре Straight Fighter. Это серия видеоигр в жанре файтинга, созданная компанией Capcom. Игрок проводит серию боев один на один с компьютерными оппонентами, либо с другим игроком, целью которых является победа над оппонентом за определенное время в течение трех раундов. Если же оба бойца нокаутировали друг друга, либо в момент окончания определенного времени у них было равное количество здоровья, им засчитывается двойной нокаут, либо ничья, и дополнительные раунды проводились согласно правилу мгновенной смерти, то есть до первого полученного нокаута. Таким образом, бой мог продолжаться 10 раундов, если не было явного победителя. Если же таковой не определялся после завершения заключительного раунда, то в бою с компьютерным оппонентом победа присуждается последнему. Если же в бою против другого игрока, то обоим засчитывается поражение. Вскоре после выхода в игре был обнаружен баг, позволяющий игроку отменять анимацию одного приема, выполняя другой прием, соответственно делая возможной комбинацию базовых и специальных приемов. Подобное явление, ставшее известным как комбо, было позднее переведено разработчиками в последующие игры и стало одной из стандартных основ боевой системы в файтингах. Вообще, в этом стрейтфайтере много частей, где-то около 5, и я не рассказываю про какую-то одну часть, а пытаюсь рассказать в целом об этой игре. Ведь все мы когда-то играли в разные части этой игры, но в них все равно есть что-то общее. Основные черты персонажа, которых я помню из игры, это бородатый качок из Советского Союза, фигуристая каратистка из Японии, китайский каратист и какой-то панк-бомж из США. В других частях игры были и другие персонажи, там какая-то электрическая обезьяна была, какой-то чекист в погонах, ну и возможно другие персонажи, я уже точно и не помню. Теперь давайте посмотрим еще на одну очень хорошую игру, в которую я когда-то так очень сильно заигрывался. Это New Gauss Busters, Охотники за привидениями, вторая часть. Это игра, выпущенная в 1990 году для развлекательной системы Nintendo и Game Boy, разработанная и опубликованная лабораторией HAL в Японии. New Gauss Busters это очень увлекательная, качественная и интересная игра про охотников за привидениями для приставки Dendy. Перед началом игры следует выбрать себе пару персонажей. Одного стрелка, это основной персонаж, и второго, который будет выпускать для призраков ловушки. Всего доступно 5 персонажей, это Питер, Рей, Егор и Винстон. Версия на Dendy, в которую мы играли, включала и своего бухгалтера, Луиса Тули, в качестве пятого играбельного персонажа, которого тоже можно было выбрать. Одним персонажем с бластером вы управляете, а второй бегает словно хвост с ловушкой, и по вашей команде при нажатии на кнопку ее выпускает. Эта забавная бродилка, так свободно проходить по локациям с видом сверху, не давала почти ни одна игра. Журнал Ness Player в 2001 году выставил игре оценку 5 из 5. Для того, чтобы добраться до главаря, на каждом уровне нужно очистить все комнаты от призраков, поймав их в ловушку. После чего стрелка на экране сообщит игроку, куда следует идти дальше. А после победы над главарем, игрок отправляется на следующий уровень. На самом деле, очень хорошая игра такая, блин, мне нравится. Теперь пришло время посмотреть на игру Сакус Чарли. Это циркать Чарли. Игра в жанре аркады. Изначально выпущенная компанией Konami в виде аркадного игрового автомата в апреле 1984 года. Игра стала пользоваться большой популярностью и впоследствии была переиздана для ряда популярных игровых платформ, в том числе и на нашу Дэнди. Игра была основана на одноименном фильме Чарли Чаплина в 1928 году. Отсюда и название этой игры. Циркать с Чарли. В игре мы управляем клоуном по имени Чарли. Игра состоит из шести уровней, в каждом из которых Чарли должен выполнить различные задачи. Собирая мешки с деньгами, выполняя опасные трюки, избегая врагов, проходя уровни, Чарли получает очки. После прохождения всех шести уровней, игра начинается сначала. Но игровой процесс становится все более быстрым и сложным. Но сами уровни остаются при этом такими же. Поэтому эту игру при всем вашем огромном желании пройти просто невозможно. Рано или поздно вы обречены на проигрыш. В конце каждого уровня находится цирковая тумба. Уровень завершается после того, как Чарли запрыгивает на эту тумбу. Следующая игра. Батл Танк. Боевой танк. Игра в жанре танкового симулятора. Выпущенная компанией Absolute Entertainment в 1990 году для игровой консоли Nintendo. Игра представляет собой танковый симулятор. Игроку необходимо выполнить несколько миссий. Управляет танком изнутри кабины. На экране вид на поле боя перед танком. Приборная панель. Имеется возможность также вывести на экран изображение с радара. На танке установлено несколько видов вооружения. Это 150 мм пушка, миномет, пулемет калибра 12,7 мм и дымовая граната. Что касается пулемета, то при слишком длинной очереди он перегревается и некоторое время не работает. На каждом уровне, а всего их 10, я помню максимум доходил то ли до третьего, то ли до четвертой локации. Уже точно и вспомнить не могу. В общем, на каждом уровне необходимо уничтожить вражеские танки, вертолеты и пулеметные гнезда, обходя минные поля. В большинстве уровней после уничтожения целей на радаре, необходимо в качестве главаря разгромить особый объект. Это завод, док, ремонтная станция и другие объекты. А в самом конце игры нужно уничтожить какую-то там железнодорожную станцию. Продолжение следует... Еще одна игра, на которую можно посмотреть, это Аладдин. Игра 1993 года, основанная на одноименном мультипликационном фильме 1992 года, разработанная и изданная компанией Capcom. Сюжет игры близко следует событиям мультфильма. Волею судьбы уличный вор Аладдин находит волшебную лампу, в которой живет Джин, способный исполнить три его желания. Итак, перед нами появляется первый главарь, уличный торговец, грозившийся в мультфильме отрубить Джасмин руку, которая переоделась в нищенку. Торговец вооружен саблей, а одолеть его можно, прыгнув на него пять раз. Аладдин, влюбленный в принцессу Жасмин, просит Джина превратить его в принца, и вскоре добивается расположения принцессы. Однако коварный визир Джафар, желающий сесть на трон, а гробы, пытается заполучить лампу. Игрок управляет Аладдином, который должен пройти через несколько уровней, основанных на сценах из фильма, в том числе улицах и крышах огробы. В этом ему мешают стража султана и животные. Он может защитить себя, бросаясь яблоками и прыгая на головы противников. В отличии от версий для Sega Mega Drive, у Аладдина на Денди нет сабли. Также можно собирать драгоценные камни, за каждую сотню которых игрока премируют одной жизнью. Кроме того, в игре за Аладдином всюду следует его обезьянка Абу. В последней части игры, Аладдину нужно сразиться с самим Джафаром. Следующая игра, которая мне особенно нравилась в старые добрые времена, это Lion King Король Лев. Игра была создана в 1994 году и основанная на одноименном мультфильме студии Диснея. Сюжет игры повторяет сюжет мультфильма. Сначала приходится управлять молодым львенком, который сражается с жуками и дикообразами, затем он растет, а враги становятся все опаснее. Игра состоит из нескольких уровней, среди которых джунгли, скалы, а также водопад. Для создания атмосферы в каждом из них использовалась музыка из мультфильма. Кроме того, Симби предстоит прокатиться на страусе, сразиться с гиенами и убегать от стада антилоп Гну. В игре имеются бонус уровни, в которых игроку необходимо будет играть за другого персонажа, это Пумбу или Тимона, и собирать различного цвета съедобных жуков. Главным героем игры является львенок, а после уровня Хакуна Матата взрослый лев Симба. Симба обладает рядом присущих ему игровых способностей. Он может бегать и прыгать на соответствующие выступы и платформы. Он обладает возможностью производить кувырки, сбивая своих противников, что служит своеобразным оружием. Также Симба может рычать, вергая врагов в состоянии оцепенения. На некоторое время они пугаются и замирают. В ходе игры Симбе предстоит часто перепрыгивать различные обрывы и пропасти. Он имеет возможность цепляться за их края. Яркой особенностью персонажа и игры является то, что с какой бы высоты Симба не упал, он не разобьется. По большому счету, среди возможностей Симбы имеются прыжок, бег, кувырок, рычание и удар лапой во взрослом состоянии. Финальным главарем в игре является лев Шрам. После нанесения ему существенного урона в начале и середине уровня, он убегает, а в конце его нужно добить и сбросить со скалы. И последняя игра, которую мы считали тогда очень продвинутой для того времени, это Куньо Кун, боевой футбол. Это одна из самых популярных игр серии Некэцу и является лучшим футболом без правил. Игра издавалась только в Японии, но были сделаны любительские переводы на английский и даже русский. Но мы играли в этот футбол почему-то только с японскими иероглифами. Других игр с переводом не было. Команде игрока предстоит сразиться с командами из 12 стран, по 3 из 4 континентов. Команды заметно отличаются по силе и суперударом и победным ликованием в случае победы. Чтобы выйти в финишную прямую, в битве за кубок нужно собрать 15 побед или даже немножко больше. В поле играет 5 человек и вратарь. Игроку нужно управлять только центральным футболистом, но другим можно отдавать команды нападения, удара, поворотом или паса. Перед матчем и во время перерыва можно менять состав команд и их расположение на поле. Также можно менять характер стратегии полевых игроков в нападении, в центре, в защите, а также поведение вратаря после пойманного мяча. В меню можно посмотреть параметры игроков, говорить с ними, давать им различные предметы, в результате чего меняется их настроение. От этого зависит как они будут играть, то есть в плохом настроении они не всегда будут реагировать на команду паса или удара. На поле, блять. Несмотря на полное отсутствие правил, в игре все-таки есть штрафной удар, если игрока с мячом собьет противник в зоне чужих ворот. На случай равного счета предусмотрены пенальти. По окончании основного времени идет дополнительное, продолжительность которого просчитана с учетом разницы голов и положения вещей на поле. С мячом можно делать многое. Закручивать его в полете, делать сильный удар, так что мяч краснеет и летит по определенной траектории. Делать супер удар, мы их также называли коронками. Бить головой и ногой через себя. Бегать верхом на мяче. Водиться. Навешивать и даже набивать его коленом. Особенностью игры является то, что она настолько продвинутая, что у каждого игрока есть различные характеристики. Это сила, защита, скорость, поведение, зона действия и приемы. Поэтому расстановка игроков на поле очень важна для того, чтобы выиграть матч. Ну вот ребятки, походу и все. Субтитры создавал DimaTorzok